Я не занимаюсь специально пиаром. Я всегда, всю жизнь делала то, что мне было интересно, то, что мне нравилось, то, что многим не нравилось. И в результате это создавало вокруг меня некую скандальность. Прогуливали коллективные занятия, я там была главным организатором. Нас потом вызывали к директору всех. Я была главным переговорщиком между директором в лице и классом. То есть это было с детства. Я просто, ну, мне просто не все равно, когда вокруг происходит что-то несправедливое. Я не стесняюсь называть вещи своими именами. В принципе, если описать мою жизнь одним словом, то это, наверное, борьба. Но борьба не за себя, а за интересы людей, которые для меня важны. Будь это семья, класс, лицей, университет, не знаю, комьюнити, страна. Для них очень важно, чтобы кто-то за них боролся. Для них очень важно, чтобы кто-то сидел в телевизоре и называл мудаков мудаками. То, что про меня снимают анонимные фильмы, то, что меня называют агентами всех мировых разведок, то, что я главный организатор всех, всего плохого. Есть конкретно группы, которые занимаются мной. Я не могу просто по-другому жить. Поверьте, я могла бы гораздо лучше реализоваться сейчас за границей, потому что здесь задавили со всех сторон. Потому что жить сейчас в стране, заниматься бизнесом и херачить нынешнюю власть означает ежедневно сталкиваться с невероятным количеством рисков. Зависит от твоих целей. Если ты хочешь строить бренд, который будет жить очень долго и у которого будет серьезная репутационная история, которая будет зависеть не только от сиюминутных продаж, но для тебя будет важно сохранить аудиторию, публику и так далее, то здесь я бы советовала вообще быть очень консервативным. Уже прошла та эпоха, когда считалось, что и корову можно сделать президентом, если каждый день показывать ее по телевизору. Наступили в пиаре времена, когда принято концентрироваться все-таки на содержании и потом пытаться это содержание каким-то образом упаковывать уже в зависимости от интересов клиента. Если человек не профессионал своей деятельности, то бессмысленно ему ходить, участвовать в разных тусовках, мероприятиях, чтобы его снимали. Стань профессионалом в своем деле, и тебе никакой пиар не нужен. Я обычно смотрю на пару шагов вперед. Телевизионный рынок как бизнес уже абсолютно не интересен, он не является бизнесом, потому что это политический инструмент. Ровно миллион распределяется не по политическим критериям. За этот миллион борется очень много телеканалов. Этих денег недостаточно, чтобы покрыть элементарно свои расходы. От этого появилась идея попробовать трансформировать в что-то совершенно новое. Создана ассоциация, это не правительственная организация. Это будет первое телевидение в Молдове, которым будет владеть non-profit organization. Идея заключается в том, чтобы собрать на этом телеканале всех самых лучших, свободных и неравнодушных людей Молдова. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok